Полеты человека давно уже не фантастика, однако летать с помощью воды, подобно героям комиксов, люди научились сравнительно недавно. И все это благодаря изобретению французских экстремалов. Флайборд – это пара водометных ботинок и ручных стабилизаторов, соединенных с гидроциклом длинным и гибким шлангом. По нему подается мощная струя воды к флайборду, а перемещение спортсмена в пространстве происходит с помощью управления мощностью выброса струй воды. Флайбординг сочетает в себе сразу несколько экстремальных видов спорта – сноубординг, акробатику, водные лыжи и аквабай. Несмотря на то, что зародилось это направление только два года назад, на Черноморском побережье этот вид спорта уже известен. Мы сейчас действительно видим, как на наших глазах зарождается абсолютно новое экстремальное увлечение всех активных людей. Сам флайборд был придуман моим другом Фрэнком Западой. Это было все во Франции. Мы первым делом сразу же притащили это в Россию, в Санкт-Петербург для начала. Ну и, конечно, как без Черного моря. 26-летний Александр Барс занимается флайбордингом чуть больше года. Признается, в спорте он не новичок. Занимался легкой атлетикой, увлекался дайвингом. Но только изобретение французского аквабайкера дает Александру ощущение полета и сверхвозможностей, которые, по его словам, недоступны человеку на земле. Да и научиться управлять флайбордом не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особенно для тех, кто умеет кататься на скейтборде. Принцип такой, да. Опускаем носки вниз, то есть падаем вниз. Поднимаем слишком наверх, падаем назад. Естественно. Все прочувствуется, все понятно. Показательное выступление флайбордистов – это интерактивное шоу, которое всегда собирает толпу восторженных зрителей. А некоторые могут даже принять участие, как, например, эта девушка, которая в полной мере ощутила себя героиней фантастического фильма в руках героя, спасающего мир. Очень довольна. Эмоции даже не передать. Ассоциация флайбординга России – организация молодая. Ей чуть больше года. На данный момент среди профессионалов в России чуть больше 50 человек. Планы у спортсменов грандиозные – провести соревнования в Сочи, снять фильм о флайбординге в России. И это только начало.